В двухэтажном экспрессе работают кондиционеры, есть интернет. В первом классе регулируются сиденья, раскладываются столы, а туалетом можно пользоваться и на остановке. Вот это туалет для инвалидов-колясочников. То есть широкая дверь здесь, вот он нажимает кнопочку, заходит, заезжает сюда точнее. Есть вот уручник, вот кнопочки есть, которые в случае какой-то там, ну, если ему плохо, он нажимает ее, приходит проводник, помогает. Поезд едет плавно, даже на большой скорости. Стук колес остается за звукоизоляционными окнами. А проводники, здесь их называют стюартами, может найти общий язык с иностранцами. Этики, психологии, то есть мы с темой там обучали. Отбор был очень серьезный, экзамена, 8 экзаменов сдавали. 4 языковых и 4 обычных. Комфортно и в кабине машиниста. Здесь тоже все по последнему слову техники. Если раньше машинист был, в общем-то, ну, как сказать, это человек, который действительно ввел поезд, а сегодня он, в принципе, как бы следит за работой портовых систем. Поезд разгоняется до 160 километров в час. Участок Полтава, Красноград, Лозовая сделали скоростным. Это сегодня стал не просто участок, это стал полигон новых идей, новые техники. Это скоростное движение, значит, его можно было чисто, знаете, технологически сделать. Все равно мы его сделали, пропустили его через душу. Всего за год сотрудники Южной железной дороги фактически построили новую магистраль, где внедрены уникальные для Украины технологии. Это станция Селещина. Здесь работает самое современное оборудование. Сейчас мы видим, что в данный момент у нас на первом пути, первый путь занят подвижной единицей. Вот этой, Шкодой. А это Красноград. Железнодорожники хотят, чтобы в перспективе скоростные поезда останавливались и здесь. И тогда в Киев отсюда можно будет доехать за три часа. Владимир Куриной, Юлия Довгополая и Борис Буцевич. Медиагруппа «Объектив».